Хо-хо-хо. Всех приветствую! Сегодня я вам покажу оружие ближнего боя Рипкассы. Забавное оружие. Посмотрим как он справляется с врагами. Возьмем ульпофилу, вперед. Так, смотрим, кто-нибудь броню раскидывает. Вроде никто. Хорошо. Чё, Гирюс будешь не кидывать? Скидывает. Ну, делаем первый удар. Ещё один удар. Хорошо. Дальше. Племетчик 180 уровня. Один удар. Есть. Умерло. Умер. Умер. Так, ледяной. Уберём его. Всё, замедление нам больше не мешает. Далее, смотрим. 10 стаков есть. Один удар. Стоп. То же самое. Здесь готово. Смотрим. Бомбардировщик. Моа. Ну и с Эксимусом ещё проще. Далём комбинацию. И тяжёлую атаку. Получилось ещё раз комбинацию. И тяжёлую атаку. Более удобно. Комбинация. Атака. Робот. Следующий. Бров. Пулеметчик. Хорошо. Ещё пулеметчик. Ну и остался бомбардировщик. Здесь таков вирусы есть. Посмотрим. Всё-таки умер. Считаю рипкассы просто отличным оружием. Отлично подходит для некраса. Так как расчленяет врагов много урона разрезом. Выпилит всех. Видим Эксимуса. Используем комбинацию атак. Без движения вперёд. Просто атака с помощью клавиши Е. Этого вполне достаточно. В принципе, вполне достаточно, чтобы накопить комбо. Х3 или Х4 по-быстрому. И после чего мы наносим тяжёлую атаку. И всё. Любой враг умрёт. Ещё раз. Симулируем. Бафы у нас почти все пропали. Ещё раз подойдём к врагам. Смотрим. Бронёй никто не раскидывает. Ульпофила отправляет. Один удар. 10 стаков есть. Один удар. Здесь так же. Здесь так же. И здесь так же. В 80-е умирают. В любом случае. Бронёй мы им не трогаем. Броня пусть остаётся. Они всё равно умирают. Даже с наличием брони. Вот мы избавились от слабых врагов. Здесь избавились. Теперь избавились от слабых. Так. Идём. Полтого статуса холода накидывает. Нажимаем. Всё. Теперь нам больше никого не мешает. Убираем. Анимация. Скрытой атакой ещё раз. Урона не так уж и много, как хотелось бы. А вот. В лицо бить. Сделать. Тяжелую атаку. Убьёт. Умирают. Пять тысяч урона. И после климинации. Тики по пятьдесят тысяч. Кровотечение. Вполне достаточно, чтобы убить бомбардировщика Эльсимуса 180 уровня. Тебя с одного удар не плывится. Броня мешает. Благо броню скидывает очень быстро. Риткас. Оп. Делаем комбо с четыре. И делаем удар. Строй две тысячи тик. Крови. Хорошо. Теперь покажу. Что использую я? Какие моды? Игра через тяжелые атаки. Два мода Амальгама. Корнись Челюсть. Не обязательно. Для удобства. Чуть больше урона разреза. Чуть больше шанса статуса. Плюс бонус имеется. Сила гладиатора. Шанс критического удара за каждый множитель комбо. Лишним не бывает. Я расправим для скорости. Болевая точка для общего урона. Разлагающий заряд. Стартовый счетчик комбо. Очень удобный для тяжелых атак. Ну и смертельный удар. Куда без него. Через тяжелые атаки. Есть еще один билд. Через автоатаку. Смотрим. У нас здесь вирус. Огонь. Вируса больше. Разрезы чуть больше, чем огня. Вставляем билд. Эльпофил выставляем. Бежим к врагам. Ну. И смотрим, что мы можем. Ну да. Тоже разбирает. Ну. Почти с такой же скоростью. Почти. Единственное, что само оружие в данный момент довольно-таки медленное. Хотя удары такие широкие. Большую толпу будет задевать сразу. С билдом на автоатаку желательно использовать какой-нибудь пати, где у нас есть либо вольт, либо висп для скорости атаки. Можно также добавить скорость атаки через мистификаторы. В зависимости от того, на каком фрейме играем. На некрасивой скорость атаки немножко не нужна. И вовсе. Билд играбелен. В принципе, даже очень. Билд через приток крови избытку стенающей раны силы гладиатора. Закалку рипкасы. Порочный мороз с лихорадочным ударом в лаконическую граню. В принципе, вполне достаточно, чтобы убивать до двухсотых левелов вообще не напрягаясь. Любую фракцию. Но через тяжелые атаки гораздо проще. Не надо напрягаться. Рекомендую всем через тяжелые атаки поиграть. Берем некраса, берем рипкасы. Берем какой-нибудь дробовик. То же самое бубойника, например. Здесь много разрезов уходит. 20 скорость перезарядки дробовиков. Ну, для бубойника не обязательно. Ну, в общем, не важно. Берем вульпофилу. Типичную, обычную. Обычные моды на вульпофиле. И наслаждаемся игрой. Эти бензопилы хорошо справляются со всеми врагами. Заметили, наверное, разницу между стойками в билдах. Здесь у нас сбешенный раптор. Тяжелые атаки. Здесь у нас багровый шторм. По факту, на тяжелые атаки эти стойки не влияют. Что-то будет наносить определенное количество урона. Что-то другая стойка будет наносить точно такое же количество урона. Так что не имеет значения. В тяжелых атаках стойка не имеет значения. Но в быстрых атаках мне все же понравилось. Стойка багровый шторм через вращение. Очень хорошие комбинации вот эти две. Очень удобные. А сбешенный раптор. Очень удобно набивать комбо. Перед тем, как сделать усиленную, тяжелую атаку. Все же, видишь, врага подошел. Сделал комбо из четыре. И ударил. Как бы... Я думаю, оно того стоит. В общем, рекомендую всем. С вами был Самфайр. Напишите что-нибудь. Например, это оружие худшее. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.